SCP-1471 После анализа из устройства извлекается батарея, устройству присваивается порядковый номер, например SCP-1471-1234, после чего устройство складируется в складском блоке 91 и следовательской зоны 45. Для предотвращения неумышленных установок SCP-1471 следует отслеживать все средства продажи и установки приложений онлайн. Попавшие под подозрение устройства следует заражать вредоносным ПО, самостоятельно загружающимся на устройство, что дает время на обнаружение и конфискацию устройства агентами. Описание. SCP-1471 представляет собой бесплатное приложение для мобильных устройств объемом 9,8 МБ под названием Melo-1.0.0, распространяющаяся через онлайн-магазины приложений. Разработчик SCP-1471 не указан, объект неустановленным образом обходит процесс одобрения и становится доступным для скачивания. Также SCP-1471 противодействует попыткам стороннего ПО для управления программами удалить его. Установка SCP-1471 не создает каких-либо значков или ярлыков для запуска приложения. Затем SCP-1471 начинает передавать отдельные изображения в программу обмена текстовыми сообщениями раз от 3 до 6 часов. На всех этих изображениях присутствует SCP-1471-а на фоне или переднем плане. SCP-1471-а выглядит как крупный черноволосый гуманоид, череп которого похож на череп животного семейства псовых. В течение первых 24 часов после установки SCP-1471 на мобильное устройство приходят изображения, сделанные в местах, которые часто посещает владелец устройства. Через 48 часов начинают приходить изображения тех мест, где владелец устройства недавно был. Через 72 часа начинают приходить изображения самого владельца, сделанные в реальном времени. При этом SCP-1471-а на этих изображениях находится близко к владельцу устройства. 90 и более часов взаимодействия приводят к тому, что владелец устройства начинает обрывочно видеть SCP-1471-а периферийным зрением, в отражении или обоими способами сразу. Более продолжительное воздействие делает такие видения длительными и необратимыми. Субъекты, находившиеся на этой стадии, сообщали, что SCP-1471-а делает попытки установить зрительный контакт, но действия существа оставались им непонятны. Единственный известный на сегодня метод нейтрализации воздействия SCP-1471 – изолирование субъекта от поступающих изображений до 90-го часа после установки. На сегодняшний день не было замечено проявлений агрессии со стороны SCP-1471-а. Архивный документ 471-01. Примечание. Описание SCP-1471, размещаемое в онлайн-магазинах. Мейл О. Версия 1.1.0. Бесплатно. Отзывов нет. Описание. Для. Больше никогда не придется мириться с неуютным чувством одиночества. Мейл О. Восхитительное интерактивное переживание. Оно надолго захватит и заинтересует вас. Неудобство социальных взаимодействий может быть для вас изматывающим. Но проведите лишь несколько часов с Мейл О. И вы скоро забудете обо всех болезненных эмоциях и разочарованиях. Поучаствуйте в новомодном увлечении, которое стремительно становится новой заменой обществу. Помните, что чем больше времени вы проведете с ним, тем больше будет Мейл О. взаимодействовать с вами. Все переживания зависят только от вас. Абсолютно никакой рекламы. Приятного общения. Установить. Капоне. Я испугался, когда увидел его впервые. Это случилось именно так, как вы и сказали. Сообщения, фотографии. Затем я начал видеть его за каждым поворотом. Я был так молод. Кто бы не психанул. Вздохнул Уильям. К тому времени его уже не волновало существо, преследовавшее его. Не было похоже, что оно собирается уходить. Неважно, как сильно тот просил, умолял или даже пытался подкупить его. Он знал, что единственным и лучшим решением будет просто привыкнуть. Привыкнуть к тому, что Капоне теперь всегда будет с ним. По крайней мере, он находил утешение в том знании, что он не свихнулся. Поверьте мне, Уильям. Я знаю много людей, которые отнеслись к этому подобным образом. Страх – это более распространенная реакция на неизвестное, чем вы думаете. Утешал его доктор Лаура Брейнс. Эти случаи не были широко распространены, но были широко известны. «Даже не то, чтобы я его боялся. Я имею в виду, я до сих пор подпрыгиваю, когда его вижу по утрам, но думаю, что когда-либо смогу привыкнуть к этому. Дело в том, какое плохое значение он имеет для меня», – возражал Уильям. «Я понимаю, но это произошло два года назад. Понимаю, что это сложно для вас, особенно с вашей историей, но вам нужно двигаться вперед», – заявила доктор Брейнс. Уильям ответил только вздохом, когда она продолжила. «Наш сеанс почти подошел к концу. Мы добились определенного прогресса, Уильям. Я хочу, чтобы вы сделали для меня кое-что, когда вернетесь домой. У вас есть домашняя работа или что-нибудь еще?» «Я сделал все во время перерыва», – ответил Уильям. «Хорошо. Когда доберетесь домой, я хочу, чтобы вы вспомнили о своем первом опыте и написали о нем во всех подробностях, которыми готовы поделиться. Идет?» «Да, спасибо, что увиделись со мной», – закончил Уильям. Особенно долго ездить от офиса доктора до дома Уильяма не приходилось. Всего пять минут. Ну или десять, если помешает поезд. Пока он рулил, он всегда видел существо в зеркале заднего вида, сидящее на заднем сидении. Оно выглядело довольно невинно. На свой чужеродный манер, конечно же. Махая лапой Уильяму, когда он бросал на него взгляд. Несмотря на все, Уильям поймал себя на том, что разговаривает с ним, как люди обычно разговаривают со своими собаками или кошками. Рассказывают о своем дне, когда они одни. Казалось, что оно слушает, когда он говорил. Через некоторое время он был готов поклясться, что оно его понимает. Хотя, конечно, по такому лицу сказать что-то было трудно. Все было ограничено различными наклонами и кивками головы. Хотя Уильям даже научил его махать рукой. «По крайней мере, я знаю, что ты заинтересован», – сказал Уильям. «Кинул рюкзак около двери, прошел во внутренний двор, помахал Капона в зеркале. Холодильник, напиток, стул, падение». Дневная рутина Уильяма была более систематизирована, чем ей следовало бы быть. Он вспомнил про его сеанс с доктором Брейнс. «Она хотела, чтобы я попытался вспомнить свой первый опыт. Когда я впервые его увидел, да?» Бормотал Уильямс, схватив несколько листов бумаги и ручку. Постепенно он собрал воедино последовательные события, которые привели его к этому моменту. «Капона со мной с тех пор, как мне было 15. Я помню, как моя 12-летняя сестра Сара показала мне приложение, которое она скачала однажды во время ужина. Она понятия не имела, как оно работает, но рискнула предположить, что приложение отслеживает тебя через GPS телефона и отправляет фотографии мест, где вы были, с очень милым монстром, помещенным на фотографию, так, как будто он преследует вас. Это не казалось тогда таким уж странным. Я помню, в то время на картах Google уже можно было получить приличную наземную фотографию любого места, так что нужно было просто добавить к ней фотошоп, и получается вот такой трюк. Плюс к этому мы знали, что это не может быть вирус. Магазины с приложениями проверяют каждое на наличие подобных вещей, прежде чем выпускают их. Единственное, что тогда выбивалось из этой логики, это то, что приложение было бесплатным и абсолютно без рекламы. Это объяснение прозвучало довольно круто для меня, потому я попросил Сару помочь мне загрузить это приложение на свой телефон. Она сказала мне, что хотя у моей старой поддержанной раскладушки было что-то похожее на магазин с приложениями, было достаточно вероятно, что мэйла там нет, хотя это не помешало ей начать искать. Сара была хорошей сестрой. Она могла бы мне просто сказать, чтобы я отвязался и занимался своими делами, но она всегда уделяла мне время, чтобы упаковать для меня ланч, поиграть со мной, повезти на фильм с рейтингом R, для которого я явно был ещё слишком мал. Мне повезло её иметь в качестве законного опекуна, когда наши родители погибли. Я был слишком молод, чтобы понять всё произошедшее, но мама и папа погибли при лобовом столкновении с пьяным водителем. Сара заботилась обо мне, как мой законный опекун, пока я не поступил в колледж. Бог знает, где бы я был, если бы не она. Немного потыкавшись, она смогла найти мне приложение, что стало для нас обоих большим сюрпризом. Очевидно, что на моём телефоне не было никакого GPS, но никто из нас даже и не подумал об этом, пока не стало слишком поздно. Очень вскоре я получил первую фотографию. Я никогда не пойму, как Сара видела мир, если это существо казалось ей милым. Фотография была сделана во дворе моей школы, и существо, которое я затем назвал Капоне, сидело на одной из скамей. Его было едва видно, но всё же видно. Всё покрыто свалявшимся чёрным мехом, когти будто ножи, пустые и совершенно белые глаза, а вместо морды – просто череп какого-то крупного зверя. Смотрит на нас и скалится по волче, во всю шире своей пасти. Я вернул телефон Саре, сказав, насколько ужасно още она выглядела, и что я больше не хочу таких сообщений. Она лишь шутливо ударила меня по плечу, сказав, да не будь ты таким ребёнком, оно же милое. Посмотри, насколько оно счастливо встретить тебя. Я посмотрел ещё раз на это лицо, и в частности на улыбку. Должен признать, я посмеялся над этим. Я уверена, что со временем он тебе понравится, продолжила сестра. Скажу вот что, если сможешь с ним пробыть целую неделю, мы пойдём смотреть тот фильм, который ты давно хотел увидеть, но если оно всё ещё будет вызывать у тебя кошмары, мы его удалим. Если тебе он всё-таки понравится, мы позже посмеёмся над ним вместе. Идёт? Эта её фраза звучала полностью неправильно. Я снова посмотрел на фотографию. Казалось, что от меня требовалось лишь иногда получать фотографии и оглядываться назад. Я бы, наверное, продолжил делать это даже даром, если бы ей это действительно хотелось, потому я согласился. Сара пришла в восторг и заверила меня, что я не пожалею об этом, показав мне несколько своих собственных фотографий. Тогда у неё их было только три. На одной был её офис, на другой парк и на последней дорога, у которой мы жили, и на которой чётко различалось это существо. Должно быть, я выглядел нервным или что-то в этом духе, потому она предложила, чтобы я отдал имя своему, как она сказала, Кассандре. Я немного поразмыслил над этим. Позвольте мне кое-что прояснить, потому что, кажется, все об этом думают, когда я говорю с людьми на данную тему. Я назвал свой мейл у Капоне не из-за инцидента с моими родителями. Я даже не знал, что арест мамы и папы был связан с алкоголем в то время. Я назвал его в честь одного занятного исторического эпизода, о котором нам рассказывали на уроках. Люди тогда поддались в страху, и, как выразился мой учитель, в итоге это принесло больше вреда, чем пользы. Это было сделано как напоминание о том, что я не должен совершать ту же ошибку. Ситуация немного повеселила меня, когда я дал ему это насмешливое прозвище, и мне подумалось, что это хорошая идея. И я отправился спать. Теперь моя обычная жизнь продлится лишь некоторое время. Я продолжал получать фотографии Капоне, следующего за мной в школе, на автобусной остановке, на моей улице, практически везде, где бы я ни был. Так продолжалось до третьего или четвертого дня, когда меня вызвали из класса. Я думал, что были проблемы из-за чего-то, хотя я сам и не знал. Но как только я увидел Сару, это чувство пропало. Она выглядела очень потрясенной. Как только сестра меня увидела, она тут же сжала моё запястье и отвела в машину. Сара выглядела совсем плохо. Она продолжала задавать вопросы о Капоне. Видел ли я его? Получал ли от него фотографии, на которых был я и подобное? В тот день я не заглядывал в телефон. Но когда посмотрел их, там было две. Я точно помню, где и когда получил эти сообщения, поскольку тогда мысленно отметил, что Капоне прислал мне смски. Снимки приходили сразу же, когда их делали. Сара знала, что нас преследует что-то. Она, вероятно, и понятия не имела, кто или что нас преследует, и не представляла, как именно преследователю это удается. Но было ясно, что наш адрес им уже известен. Ей никак не удавалось понять, как удалить приложение. Она сказала, что всё перепробовала, но так и не смогла найти способ, как избавиться от него. Даже найти это приложение стало проблемой. Мы не знали, что делать дальше. Но прежде чем мы смогли придумать какой-то план действий, я получил ещё одно сообщение. Сара замерла, уставившись на меня, словно говоря, не смотри. Если бы я её послушал, у меня могла бы быть наполовину нормальная жизнь. Прямо сейчас. Но я её не послушал. Я открыл телефон. Мы были там, сидели с выражением глубочайшего страха на лице. Фотография была явно сделана с капота движущейся машины, что дало нам чёткое представление о том, что было позади нас. Он занял большую часть заднего сидения и возвышался прямо надо мной. Мы оба обернулись, готовясь увидеть чудовище позади нас и закричать. Но когда мы это сделали, сзади никого не было. Мы не знали, что происходит и что с этим делать. Но мы чувствовали, что единственным правильным выбором будет бежать, бросив машину. И мы поспешно сделали это, преодолев остаток пути до квартиры бегом, и заперлись в ней. Мы закрылись в ванной комнате и стали ждать. Мы просто сидели там, даже когда приходили сообщения от Кассандры или Капоне. Сара кричала на них, спрашивая, почему они преследуют нас. Умоляла оставить в покое. Мы чувствовали, что ничего не можем им противопоставить. Нам казалось, что всё, что мы можем сделать, это просто сидеть в ванной и надеяться, что они уйдут. Ванная оказалась нам единственной безопасной гаванью с тех пор, как мы тогда уже слишком сильно подверглись их влиянию. Сара начала паниковать, говоря, что продолжает видеть одного из них позади себя. Однако я никого не видел. Меня больше занимала мысль о том, что нужно успокоить Сару. Я говорил, что, возможно, на самом деле они не здесь. Я больше думал о том, чтобы успокоить Сару, а не об отражениях в зеркале. Я говорил, что на самом деле здесь никого нет. Я убедил Сару, что нам необходимо покинуть ванную. Мы не могли оставаться в квартире вечно. И если бы они хотели достать нас, они бы это уже сделали. Мы позвонили в полицию. И вот мы здесь. Мы оба получили помощь, но мне повезло больше. Случай каждого человека был разным, в плане взаимодействия с существом. Мне оно являлось только в зеркалах или в отражающих вещах. Достаточно больших, чтобы можно было его увидеть. Он был предсказуем, и я мог найти способы отградиться от него, когда мне это было нужно. Я понял, где и когда ожидать Капона, и через некоторое время вроде привык к этому. Раньше у меня была самодельная штора, которой я закрывал зеркала, когда не хотел его видеть. Но со временем я стал использовать эту штуку всё реже и реже. Казалось, что Капона всегда пытается общаться со мной, даже при том, что я не понимал, что он пытается мне сказать. Я начал приветствовать Капона, махая ему рукой, когда проходил мимо зеркала в гостиной. И в конце концов он начал махать мне в ответ. Он как бы стал для меня постоянным спутником. И я приспособился к Капоне, а он приспособился ко мне. Мой случай не был таким серьёзным, как у Сары. Она видела Кассандру везде, за каждым углом, краем глаза, просто над ней, пока она спала. Она покончила с собой два года назад. Я хотел бы винить в этом Майло, но я не могу. Всё, что они делают, это преследует человека, который просматривает сообщения. Теперь каждый раз, когда я вижу Капоне, он мне напоминает о том, что я сделал в машине в тот день. Я знал, что не должен был смотреть то сообщение. Если бы я это сделал, она была бы всё ещё здесь. Прошло четыре часа с тех пор, как Уильям начал писать. И он почти что почувствовал облегчение. На самом деле, он никогда никому не рассказывал об этом настолько подробно. А большей части произошедшего знал только он. И Капоне. Несколько секунд он посмотрел на существо в зеркале, через всю комнату, пока оно привычным жестом не помахало в ответ. В течение минуты Уильям молчал, глядя на Капоне. Затем вновь вернулся к своим бумагам. Он чувствовал необходимость сделать последнюю запись. Но опять же, как я могу знать, я не знаю, кто создал Мэйла и почему. Я не знаю даже, создал ли его вообще кто-то. На самом деле, многие вещи подобные этой появились естественным путём. Или стали аномальными по чистой случайности. Было бы намного легче, если бы в случившемся был виноват кто-то физический. Кого можно винить? Но мне некого винить. Ни Мэйла, ни себя. Только случай. Продолжение следует...